Прямо сейчас к нашему прямому эфиру присоединяется Дмитрий Шашкин, член Политсовета Единого Национального Движения, экс-министр образования, 9-12 год, экс-министр обороны, 12-й год Грузии. Дмитрий, здравствуйте. Мы, как всегда, рады вас приветствовать. Спасибо большое, что нашли время. Здравствуйте. Добрый день. Хочется спросить, да, первым делом, какая сейчас ситуация и что происходит? Уже три недели идут протесты. Молодежь протестует против принятия этого закона, который уже принят во втором чтении. И, несмотря на пасхальные праздники, этот протест будет продолжаться. Будет продолжаться до тех пор, пока правительство не заберет этот законопроект. На улицах находится приблизительно 100 тысяч человек. Это очень большие цифры для Грузии. 3,5 миллиона страна на данный момент по официальной информации. 100 тысяч людей каждый день, каждый вечер выходят на улицы протестовать против этого закона. В основном это молодежь, приблизительно 18-25 лет. Это люди, которые получили образование благодаря тем реформам, которые проводил Михаил Саакашвили в Грузии. Они поступали в высшие учебные заведения своим собственным умом, а не за взятки. Они изучали английский язык у американских, канадских, австралийских преподавателей, европейских, которых мы привозили тысячами в Грузию. Это люди, которые получали образование по учебникам из Великобритании и которые продолжают образование в Европе и в Америке благодаря грантам, которые они получают. И эти люди не хотят жить вместе с Россией. Они не хотят возвращения в орбиту России. И они отлично понимают, что кроме смерти, кроме страданий Россия ничего никому не несет. Это страна зло. Она доказывает это сейчас в Украине. Она показывала это в Грузии в 2008 году. Наглядная наша страна на 20% оккупирована Российской Федерации. И кроме, как я уже сказал, бед, зла, смерти и разрушения, эта страна никому ничего хорошего не несет. И эти люди это отлично понимают. Дмитрий, мы как никто в Украине понимаем вас, потому что мы видим, на что способна Российская Федерация. И, конечно же, в этот момент попытаться этот закон провести, это откровенная попытка агрессии, попытка захвата страны. А насколько действительно есть шанс того, что у людей получится, что этот закон не будет принят? Насколько мы знаем, появилась формулировка «бессрочный протест». Мы видим, какие плакаты можно увидеть на улицах Тбилиси. Суть основной посыл – мы не уйдем, пока не добьемся своего, пока этот закон так называемый будет про него разве навсегда забыто в Грузии. Вот ваша оценка, как будут дальше развиваться события? Ведь на самом деле люди не уйдут. Значит, третье чтение этого законопроекта намечено где-то, вилка будет с числа 14 мая по 17 мая. После этого президент Зурабишвили наложит на него вето. Процесс продлится еще две недели. Так что до полного принятия этого законопроекта вот этими 83 предателями Грузии, которые находятся сейчас в парламенте Грузии, молодежь их называют рабами Иванишвили, они до конца мая, как минимум, процедура будет затянута принятие этого закона. Этим принятием этого закона здесь очень важно отметить, что нарушается 78 статья Конституции, которая гласит, что все органы государственной власти Грузии обязаны делать все для евроинтеграции Грузии и получения членства в НАТО. Как вы уже видели, как уже в вашем сюжете было сказано, и Евросоюз, и Соединенные Штаты Америки очень однозначно, четко сдали формулировку, что это никак не помогает евроинтеграции или вступлению в НАТО, а наоборот, отдаляет Грузию от Евросоюза. Тут же надо отметить, что вот эта пророссийская сила, прокси-сила, которую официально называется грузинская мечта, на самом деле это русская мечта, ведомая русским олигархам Ведзина Иванишвили, самым большим акционерам из физических лиц Газпрома, она все делает, эта сила, для того, чтобы Грузия не стала Евросоюзом. Оно им не нужно, они прекрасно грабят страну, и того богатства, которое производит Грузия сейчас, достаточно для того, чтобы они как раз жили хорошо. Им наплевать на этих людей, которых бьют на улицах, которых задерживают, которые живут в этой стране. Ведь 800 тысяч человек за 4 года последние выехали из Грузии, 800 тысяч человек из очень маленькой страны, из 100 тысяч попросило политическое убежище в Евросоюзе. Это в три раза больше, чем те, кто в численном эквиваленте, кто попросил, допустим, из России политическое убежище. 100 тысяч человек попросили политическое убежище, и сейчас одна из основных фундаментов экономики Грузии, основного фундамента экономики Грузии, это переводы наших эмигрантов, которые содержат здесь свои семьи, которые работают в Греции, в Америке, в Германии, в Италии и так далее. Поэтому русская мечта будет делать все, что принято. Дмитрий, мы еще раз попытаемся с вами связаться. У нас есть небольшая техническая заминка. Пока, знаешь, Катерина... Да, Дмитрий уже с нами на связи. Да. Пожалуйста. Значит, в октябре будут выборы в Грузии, и протесты, как Маланюш указывает, они будут продолжаться до тех пор, пока этот законопроект не уберут. И ничего не будет угрожать как независимости и суверенитету Грузии, так и Конституции Грузии. Как я уже отметил, 78-я статья будет нарушена Конституцией Грузии принятием этого закона. Дмитрий, спасибо вам большое за беседу, что осветили непосредственно то, что происходит сейчас в Тбилиси. Вы вас услышали. Продолжаем с вашей помощью, в том числе, конечно же, держать руку на пульсе событий. Мы всем сердцем с вами. Это действительно так. Спасибо. Спасибо вам. Дмитрий Шашкин был в нашем эфире. Спасибо.